МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сейчас на первом развлекательном время историй. Ежедневные истории в деталях о знаменитых людях, о знаменательных событиях страны и мира рассказывают мои коллеги-журналисты СТС и я, Сергей Майоров. История сегодня. Сегодня мы поговорим о кинематографе, моде, хорошей музыке, а также о людях, которые прочно вошли в историю гламура под именами Виктория и Сергея. С самого рождения в нашем герое старались воспитать настоящего мужчину. Его отучали от яблок, а взамен прививали вредные привычки. Уже с года Сергей начал курить и общаться с женщинами. В детстве Сергей был жизнерадостным ребенком. Однажды, увидев эту фотографию, режиссеры киностудии Довженко предложили ему роль маленького Ленина. В дальнейшем эта история получила неожиданное продолжение. Из ЦК партии поступила директива нанести лицо Сергея на октябрятскую звездочку. Только сегодня мы узнали, что большинство советских людей носили Сергея на левой стороне своей груди. Как это часто случается, в четыре года наш герой попал в плохую компанию. Дома и в школе он играл роль хорошего мальчика, но на самом деле мог голыми руками задушить даже медведя. Шли годы, Сергей рос, а вместе с ним росла его прическа. Иногда прическа росла быстрейся. Именно в это время в его жизни и появилась его первая страсть – футбол. С утра до вечера он гонял мяч с друзьями, иногда просто гонял друзей. Однажды, во время игры с местной командой, Сергей так увлекся, что убежал с мячом не только за пределы футбольного поля, но и за пределы Советского Союза. Так он попал в Великобританию. Именно здесь и сбылась его мечта. Он стал игроком футбольной школы Манчестер Юнайтед. Когда я впервые увидел Сергея, я сразу отметил, что на нем очень хорошо сидит форма. Я сказал ему тогда, «Парень, на тебе отлично сидит форма, а играть мы тебя научим». Как сказал опытный тренер, так и случилось. По окончании футбольной школы Сергей попал в основной состав Манчестер Юнайтед. Переполненные стадионы Англии встречали его стоя. В жизни Сергея было все – футбол, деньги, но не было главного – любви. Именно тогда судьба и преподнесла ему очередной подарок. Он познакомился с известной фотомоделью Викторией. Продолжение следует... Я познакомилась с Викторией на показе у Дольче Габбана. Она была великолепна. Когда я узнала, что ее тоже зовут Виктория, я сказала, «В модельном бизнесе не может быть двух Викторий». Я предложила ей вот такую пачку денег, чтобы она сменила ее. Но она отказалась. И, видимо, не напрасно. Когда мне рассказали о красоте Виктории, я не поверил. Но, увидев ее на обложке журнала Vogue, Я понял, что она... Ммм... Как и многие звезды, наши герои познакомились достаточно банально на церемонии вручения Оскара. Увидев друг друга, они поняли, что им нужно жить вместе. Их первой покупкой стал небольшой домик в Праге. Им так нравилось их жилище, что все хотелось потрогать, на всем хотелось посидеть. Жизнь Сергея и Виктории была освещена всеми лучами славы. Виктория стала лицом лучших журналов мира, а Сергей завоевывал все новых и новых фанатов своей игрой в футбол. Но одной игры в футбол ему оказалось мало. Так в его жизни появилась еще одна страсть. Он начал играть в карты. В четверг мы собирались за столом карточным. Нас было четверо. Мы расписывали пулю. Вот с этого и началось наше общение с Сергеем. Потом затянулось. Это уже были не только четверги, но и среда. Потом мы стали собираться и по понедельникам. Чем дальше, тем чаще мы стали встречаться. И постепенно, непонятно как, но мы стали друзьями. Сергей научил меня играть в карты. Он говорил, что я очень перспективный игрок. Вначале мы играли на интерес. А потом выяснилось, что интересом была моя квартира и машина. Когда я узнал, что Сергей начал играть в карты, я ему сразу сказал, парень, ты либо играешь в карты, либо играешь в футбол. Он выбрал карту. Сергей действительно неплохо играл в карты. Он мог делать это самозабвенно, играя с утра и до самого вечера. И карты начали приносить неплохой доход. Даже больше, чем во времена Манчестер Юнайтед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Накопив приличную сумму, Сергей решил вложить ее в самый амбициозный проект года. Построй свой дом за секунду, элитные лего-кварталы Подмосковья, не детский комфорт. Легострой, да! Как вы уже поняли, Сергей занялся строительством элитных домов из конструкции лего. Дома продаются хорошо, поэтому настроение у наших героев соответствующее. В общем, как говорится, дом построил, дерево посадил, осталось родить сына. Именно над этим, по словам наших героев, они сейчас и работают. Мы в свою очередь желаем им удачи, увидимся с вами на первом развлекательном. Как давно вы знаете Сергея и Викторию? Скажите, куда вы все время бежите? Вы бежите или убегаете? Я бегу на свадьбу к Сергею. А кто там будет? Нет, там будет Сергей, там будет Виктория и там буду я. Том, возьми меня на свадьбу! Ты же знаешь, как я люблю черную икру! Ну что, побежали. Ребята, вы уж извините, но я буду с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Какие люди, такие истории, нам всегда есть что рассказать. Я Сергей Майоров. Увидимся завтра. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok